Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Zoosophie. В этом видео я вам расскажу несколько интересных фактов о улитках, которые, возможно, вы не знали до сегодняшнего дня. Что вам поможет лучше понять вашего нынешнего питомца или вы только собрались заводить улитку и вы узнаете много нового и много интересного. И начнем с первого факта. Улитки это у нас беспозвоночные, мягкотелые животные. Они относятся к классу брюхоногие, типа раковинные моллюски. Улитка это уникальное живое существо, которое защищено раковиной и может проживать не только в дикой природе, но и в домашних условиях, как питомец. Тело улитки асимметрично и состоит из ноги с подошвой, туловища и головы. В раковину голова и нога втягиваются с помощью очень сильного специального мускула, который покрывает все тело улитки. Улитки появились на земле около 600 миллионов лет назад. Это позволяет считать их одним из самых древних обидателей нашей планеты, наряду с медузами. Слово улитка произошло от старославянского улить полой из ее домика раковины, который без животного пустует. Улитки распространены по всему земному шару. Они могут адаптироваться к любой к среде, не требуют много пищи. Это лишь относится к некоторым улиткам, к маленькому виду. Это удивительные существа являются наиболее ярким примером, доказывающим теорию Дарвина и его принципы эволюции. Улитки имеют более 110 тысяч видов. Ареалом обитания двух тысяч видов является территория России. Улитки подразделяются по месту проживания на морских, сухопутных, лесноводных. Бывают они легочные и жабреные. Рассмотрим с вами виноградную улитку. Многие, кстати, хотят ее держать дома. Вот давайте о ней поговорим. Виноградная улитка это сухопутная улитка крупных размеров, ареалом обитания которой является европейская часть нашего континента. Раковина у этого вида улиток составляет 50 мм, которая спирально изогнута в 5 витков. Длина ноги у нее от 30 до 52 мм, а ширина 22 мм. Окрас виноградной улитки колеблется от кремового до коричневого с красным оттенком. Первые три витка по всему диаметру чередуются светлыми и темными полосами. На внешней стороне раковины хорошо заметны небольшие ребрышки. В дикой природе этот моллеск живет от 8 до 20 лет. Зимой виноградная улитка 3 месяца находится в покое, прикрепляясь к подошве к субстрату и закупоривая раковину специальной слизью. За время зимовки улитка теряет до 10% от своего веса. После активации моллюск восстанавливается в течение полутора месяца. Поэтому частый вопрос в комментариях у меня звучит по поводу виноградных улиток. И я все время отвечаю одно и то же, что они достаточно тяжелы в содержании именно из-за наличия зимовки. То есть нужно учитывать этот факт. Нужно понимать, как правильно ввести улитку в зимовку и ее вывести из спячки. То есть природа это у них происходит естественно, а в домашних условиях это иногда может вызвать какие-то сложности. Поэтому здесь нужно тщательно подходить к содержанию именно виноградной улитки. К улиткам охотинам и архотинам у них нет спячки, поэтому содержание у них намного проще и намного меньше с ними проблем. Итак, по поводу виноградной улитки. Виноградная улитка способна переносить низкую температуру до минус 7, но не более 10 часов. Виноградная улитка в домашних условиях разводится давно. То есть в принципе многие опытные улитководы занимаются разведением или содержанием виноградных улиток. Поэтому если вы все-таки же хотите содержать виноградную улитку, то это вполне можно реализовать. Только нужно учитывать некоторые специфические условия. Но как я и повторюсь, улитки охотины и улитки архотины намного проще в содержании без зимовок и вы можете не переживать, что ваша улитка вдруг случайным образом не выйдет из спячки. Самый ядовитый брюхоногий географический конус. Он проживает в Тихом и Индийском океане. Он вырабатывает достаточно токсинов для того, чтобы убить 10 человек. Противоядие от яда этого моллюска до сих пор не найдено. Эта ядовитая улитка воздействует на своих врагов, упуская облако с большими показателями инсулина, который моментально понижает уровень сахара в крови жертвы. Но можете не переживать, это достаточно сложно, скажем так, напороться на ядовитого моллюска географического конуса и вообще как-то с ним взаимодействовать. Поэтому не переживайте, просто есть такой факт, что да, это очень ядовитая улитка и она проживает в Тихом и Индийском океане. Улитки способны ползти по лезвию ножа и не пораниться. Во время движения подошва их ноги покоятся в своеобразной подушке и слизи, защищающая тело моллюска и помогающая ему передвигаться. Вы наверняка видели много видео на ютубе, я не стала в этом видео, можно сказать, мучить, экспериментировать со своими улитками. Хотя, думала, можно все-таки же заснять. Им, если вот сейчас поставить ножик, они спокойненько проползут по лезвию ножа, абсолютно не испытывая никакого дискомфорта. Но увлекаться тоже не стоит, специально играться с этим не нужно, просто есть такой интересный факт. Также интересный факт про архатин и архахатин. Архатин и архахатин считаются самыми умными среди сухопутных моллюсков. Даже есть такое понятие, что они могут узнавать хозяина и окружающие предметы. Не знаю, насколько это, конечно, правда, но факт такой интересный есть. У архатин и архахатин также развиты некоторые условные рефлексы. Ученые доказали наличие у архатин и архахатин долговременную память. К примеру, они могут вспоминать расположение источников пищи и возвращаться к ним. То есть, когда вы открываете контейнер, а она уже ждет. Улитки архатина и архахатина не жуют, а соскребывают пищу. Они по поводу пищи соскребывают пищу, а по поводу воды улитки пьют всем телом, впитывая в себя влагу. Вот своей ножкой они впитывают влагу. Я вам сколько раз говорила, поэтому влажностью мы всегда следим в контейнере. Это прям важный момент. И некоторые улитки еще могут пить ртом. То есть, ну, не всегда пьют они. Ну, они пьют всегда и ногой, но еще и ртом могут пить, как обычное животное, скажем так. Ахатин и архахатины иногда могут издавать различные забавные звуки, напоминающие протяжный свист или невнятное бормотание. Либо чавкивание их, хруст травы, когда они кушают, либо что-то грызут. Интересные такие звуки. Ну, они такие очень тихие и очень прикольные. В основном сами улитки звуков не издают вообще никаких. Есть такой факт, что архахатина и архатина видят предметы на расстоянии 3 см, а также различают светотени. Следующий факт, это то, что большинство улиток у нас гемафродиты. То есть, самки и самцы одновременно. В партнере для продолжения рода они не нуждаются. То есть, ваша улитка, даже находясь одна, то есть, одна улиточка у вас живет, и она может вам принести потомство. Да, и такое вполне возможно. Бывают такие случаи, когда люди удивлялись, что у них живет одна улитка, и вдруг она сделала кладку. Да, и такое бывает. И поэтому очень легко не нужно заморачиваться, найти девочку и мальчика подходящий, чтобы у них то-то, то-то, как у каких-нибудь млекопитающих. То есть, улиток все проще, посадил две улитки или одну, и она вам спокойно может сделать кладку. За один раз улитки откладывают около 85 яиц. Но это относится к архахатинам и к остальным другим видам, из которых через месяц вылупляются детеныши. Ну, тут все условно, потому что у архахатин другие яйца, то есть, у них размером до 10 яиц, количеством точнее, и размером они крупнее, чем, к примеру, у архахатин или у других маленьких улиток поменьше. Также у архахатин может быть вообще вплоть до 300 яиц в одной кладке, поэтому в 85 они могут и не обойтись. А крас панцира улитки напрямую зависит от цвета, грунта и состава корма. Это тоже частый момент, если, к примеру, очень скудное питание или вы не добавляете разные добавки в виде кальций-смеси. Вот, кстати, я вам покажу сейчас еще видео кальций-смесь с Marketplace. Вы часто спрашиваете состав кальций-смеси, какую кальций-смесь отдавать, что за кальций-смесь, какую кальций-смесь, какие составы. Вот, я специально посмотрела на Marketplace, для тех, кто еще не знает, как, что, куда добавлять, как обращать, даже на Marketplace сейчас можно купить кальций-смесь, и также там можно купить зерно-смесь. Здесь двоякие принципы, есть кто-то точный противник, есть кто-то за. То есть я тоже купила для пробы, и как раз вам покажу эти, как это выглядит. Должно все быть перетерто в мелкую пыль, это самое главное, чтобы они могли это скушать, и у них должно быть усвоиться. И добавки у них обязательно для формирования хорошей ракушки, обязательно должны быть в природе, они и так это все получают, в домашних условиях это должен давать им человек. Одной просто пищи им не хватит, то есть мы делаем посыпку, вот видите, на каждый прием пищи, то есть сейчас у них они кушают рукулу на видео, и они должны быть посыпаны обязательно кальций-смесью. Самой быстрой улиткой является садовая, которая развивает скорость до 60 метров в час, в то время, когда средняя скорость других улиток 5,4 метра в час. Если окружающие условия становятся неблагоприятными, здесь акцентируйте внимание, если окружающие условия становятся неблагоприятными, улитки могут до полугода проводить в спячке. Благодаря этой способности садовые улитки переносят температуру до минусовых градусов. Но, если мы говорим не о садовых улитках, не о виноградных улитках, которых естественным путем они уходят в спячку, если ваша улитка охотина и р-хохотина впадают в спячку, значит, что дело очень плохо. Либо ей очень холодно, либо недостаточно у нее влаги, либо у нее недостаточно какой-то питания, ну влаги, скорее всего, влаги, и либо холодно, чаще всего из-за этого улитки уходят в спячку. Поэтому, запомните, охотины и р-хохотины не уходят в спячку, и если ваша улитка ушла в спячку, это не значит, ей так захотелось и она ушла поспать, а значит, что условия неподходящие, нужно, нужно скорейшим образом налаживать условия, чтобы улитку вывести из этого состояния. Раковины почти всех улиток закручиваются по часовой стрелке. Прочность этого жилища зависит от количества кальция в рационе моллюска, как я уже ранее и упомянула. То есть в природе у нас у улиток, у них у улиток, точнее, хватает всех питательных веществ, а в домашних условиях, естественно, все эти питательные вещества может дать только человек. Поэтому будьте, будьте очень внимательны, что кальций-смесь обязательно, обязательно в рационе улиток. Из-за крепкости их панциря эти маленькие создания обладают неимоверной силой, они могут нести в 10 раз больший груз, чем их собственный вес. То есть раковина улитки очень тяжелая и она может нести ее спокойно, прям со всей неимоверной силой. Одна из самых больших виноградных улиток была обнаружена в 1976 году. Ее вес достигал 2 кг. Улитки полностью заглушили свою репутацию самых медлительных созданий на Земле. В среднем они преодолевают 7 см за минуту. Для сравнения, ленивец передвигается со скоростью около 2 метров в минуту. Самый важный критерий, самый важный факт о улитках это соль и сахар. Для улиток разноназначены яду. Я уже сколько раз говорила тоже в видео соль-яд, сахар-яд. Соль даже больший яд, чем сахар. То есть соль это прям вообще, это категорически нет. То есть если у вас соленые руки и вы несете улитке еду, нет, не делайте так обязательно чистыми руками, без соли. Если вы посолили салат и решили отдать остатки улитке, нет, ни в коем случае так не делайте, потому что это яд для улитки и это ее убьет. Улитка рождается с раковиной, только у малышей она тоненькая и прозрачная. И мы с вами знаем из видео о кладках про улиток, что раковина у малышей очень хрупенькая. Также раковина малышей очень нуждается в кальций смеси. И сразу же мы отсаживаем их от родителей, иначе малыши сгрызут всю раковину родителям, потому что в нужде кальция они будут грызть родителей. И потом будут родители погрызанные, и это будет ужасно. Также им за малышами нужно следить, чтобы они не грызли друг друга. А чтобы они не грызли друг друга, очень-очень обильно посыпаем кальций смесью. И главное пытаться, чтобы потом они не были сильно извозюканы в этой кальций-смеси, убирать может только еду, когда они покушают, потому что если на малышах, на раковинах останется кальций-смесь, они будут ползать на друг друга и грызть друг друга, и вместе с кальций-смесью еще съедать и раковину. То есть тут такой моментик. На самом деле это все просто, просто нужно немножечко уделить внимание и последить. Улитки далеко не глупые создания, кстати, как многие считают. Они способны мыслить и принимать решения, осознанно на своем жизненном опыте. Ну и как в принципе любое, я так думаю, живое существо. Улитки пищу не жуют, а перетирают при помощи 25 тысяч зубов. Зубов у них больше, чем у любой акулы. То есть у них как бы терочки, такие маленькие-маленькие зубчики. Вы можете даже положить пальчик под рот улиточки, она к вам поползет и она может вам попробовать его погрызть. То есть она его прям как шлифует, как терочка. То есть вот это вот как раз и есть момент 25 тысяч зубов. Зрение улиток настолько плохое, что они могут только отличать день от ночи. То есть они зрением как бы, то есть они вас воочию, как можно сказать, не видят. Они вас ощущают по запаху, тактильно, но не зрением. В мантии улиток, которые обитают в воде, располагаются жабры. И этот орган должен постоянно омываться потоком воды, чтобы организовать этот процесс. Мантия оборудована входным сифоном, через который жидкость поступает, и выходным сифоном, через который вода уходит. В природе живут улитки, которые питаются животной пищей. Такие виды отличаются зубами в виде сверла. Он может буравить панцирь устрицы и другие твердые защитные оболочки, что помогает моллюску добраться до мяса. Ну а сейчас речь идет о морских улитках. Между собой улитки общаются при помощи прикосновений. Я тоже думаю, вы можете это отмечать на своих улитках, что они часто могут друг к другу поползти, по друг к другу поползать, как-то повзаимодействовать. То есть вот у них как раз это и происходит так общение, так они общаются. То есть они не смотрят на друг дружку, а общаются. Самой большой улиткой является австралийская морская. Она весит до 40 килограммов и вырастает до 30 сантиметров в длину. Я представляю, до 40 килограммов, да? Это на 5 килограмм меньше, чем я на минуточку. Вот, то есть представляете, такая улиточка размером почти с человек. Ой, размером с весом почти с человека. Слизь моллюска это состав, который очень важен для улитки. Он состоит из сложного белка, муцина и воды. Муцин регулирует процессы минерализации и создания раковины. Слизь делится на два типа. Первый вид помогает передвигаться моллюску, увлажняя поверхность. А второй вид производится специальной железой в ответ на любой стресс и механические порождения раковины. Главным компонентом такой слизи являются полисахариды, минеральные соли, которые образуют восстановительные регенерирующие свойства. Которые обладают, точнее, восстановительными регенерирующими свойствами. Уникальное свойство муцина на сегодняшний день широко используют в косметологии, как омолаживающее, солнечно-защитное и увлажняющее средство. Но, по поводу муцина. Тут идет речь о выжимке муцина научно, ой, научно, лабораторным путем. Но никак не просто посадить улитку себе на лицо или на руки и получить этот муцин. То есть, мы все, я думаю, вы в курсе и понимаете, что слизь улитки впрямую от улитки не будет вам приносить пользу, так она еще и вред вашей улитке принесет. Особенно, если у вас есть какие-то микропровождения и ранки, у вас может начаться какое-то воспаление. Поэтому, пожалуйста, не увлекайтесь занятием сажания улиток на лицо. В Англии часто устраивают улиточные бега, а животные ползут по своей беговой дорожке по следу салатных листьев. Самая же быстрая улитка получает в награду этот самый салатный лист. То есть, они их сажают туда голодненькими, чтобы у улитки была мотивация. Улитки маленьких размеров могут передвигаться с помощью биения ресничек. Почти полное отсутствие зрения улиток компенсируется очень развитое обоняние. Особь без панциря чует пищу на расстоянии до 2 метров. Представители брюхоногих отличаются специальным органом в ртовой полости радула. Этот орган выполняет функции языка и зубов. Радула состоит из хрящевой пластины, на котором находятся несколько рядов зубов разной формы. Улитки-вегетарианцы имеют мелкие зубы. Хищники большие, в форме пики или багра. Количество зубов у улитки может достигать в 25 тысяч. В основном радула включает в себя 120 рядов, в каждом по 100 зубов 12 тысяч. Ядовитые улитки в основном имеют зубы с полостью, по которой из специальной железы стекает яд, парализующий жертву. Брюхоногие моллюски относятся к самым малозаметным организмам на Земле. Несмотря на это, у особи достаточно врагов. Морские бычки, сардины, морские звезды, скумбрии, киты, сельдь, раки-отшельники. Пресноводными моллюсками стоит бояться форели, аистов, лягушек и цапель. Для сухопутных улиток опасность представляют кроты, дрозды, кабаны, ящерицы и ежи. Они не впрочем, прям ими хорошенечко так полакомятся. Перейдем не совсем к улиткам, но, естественно, относящимся к улиткам. Это у нас слизни. Это улитка без раковины, которая полностью похожа на своего сородича. Некоторые виды имеют маленькую незаметную раковину, прикрытую мантией. Слизни тоже многие содержат в домашних условиях. Отличие лишь в том, что у них просто нет раковины. Рожки улитки – это нос, вывернутый наизнанку. Все рецепторы, которые у людей расположены внутри, у улиток находятся снаружи. Еще один очень немаловажный интересный факт, и прям даже такой важный. С недавних пор ученые начинают использовать улитку в качестве донора нервной ткани для пораженного болезнью мозга. В частности, речь идет об эпилепсии. Опыты на крысах проводятся уже успешно. Во многих уголках планеты, ну это такой факт, знаете, факт, недофакт. Во многих уголках планеты раковины улиток используются для украшения различных подделок. Также, как и многие кухни мира, используют мясо улиток в качестве деликатеса. Существуют даже специальные фермы для разведения улиток. Многие, так, к примеру, возьмем даже Францию, но у нас мы не будем ограничиться с Францией, сейчас уже не только во Франции. Многие едят и любят мясо улиток, и считают их его полезным и вкусным. Кому-то это напоминает, как говорят по отзывам, курицу. Я ни разу не пробовала улиток, напишите в комментариях, ели вы улиток, хотели бы их попробовать. Сейчас даже в доставке, в продаже можно во многих местах найти улитки, они уже нафаршированы разными там соусами и всем остальным. Но, не знаю, это, конечно, как я считаю, очень-очень на любителя. Также, относя факт к охотинам и архохотинам по поводу самой крупной улитки, про которую я говорила, как раз охотин и архохотина считаются самыми крупными и могут достигать вес до 2 кг и 35 см в длину. Немножко важных фактов о питании. Помимо соли и сахара, которые вызывают мгновенную смерть, также охотинам и архохотинам нельзя давать мучные продукты, муку, манку и арахис. Охотинам и архохотинам нельзя есть продукты со специями, также есть набор овощей, которые не рекомендуются в употреблении архохотин и архохотин. В первую очередь, это посленовые, особенно здесь относятся незрелые помидоры. Не рекомендуются также очень кислые фрукты и нельзя давать лимоны и апельсины. Средняя продолжительность жизни архохотиновой и архохотиновой улитки это может достигать до 11 лет, так что ваш питомец с вами заодно достаточно долго, тем более если он сделает кладку и принесет еще потомство, то улитка с вами может жить прям очень-очень долго. Они такие достаточно долгожители, если даже сравнивать, к примеру, с хомячками или другими грызунами. Вы часто в комментариях меня спрашивали по поводу кальций смеси. В начале видео, когда я только начинала рассказывать о фактах, вы видели, что я посыпала им руколову кальций смеси и я в этот раз еще купила попробовать зерна смесь. Просто посмотреть, как им пойдет, не пойдет. Кто-то за, кто-то против. То есть, ну, там содержится зерна смесь. Сейчас вам все покажу. И можно понять, применять это или нет вообще. Итак, это у нас зерна смесь. Она просто управляет маленькой баночки. Я здесь не рекламирую производителя. Просто вот, который я заказала, который был доступен. Там их несколько разных. Есть категорические, которые нельзя смеси покупать. Улиткам я вам тоже, наверное, в шорцах потом покажу эти коробочки. Мне просто надо найти эту коробочку. Я думаю, вы знаете, каких я иду, говорю. Вы, наверное, их видели. Там написано, корм для улиток. Нет, ни в коем случае. Это нельзя покупать. А вот здесь подкормка. Именно, видите, она перетерта в мелкую пыль. У нас вот яичная скорлупа. И подкормка зерновая каша. Там у нас содержится гречка, чечевица, рис, овес. Вот, то есть, но, смотрите, это как лишь альтернатива, если вы не делаете сами. Желательно, конечно, вот к этой кольцесмеси, которая вот большая баночка, добавлять еще голубую глину, различные перемолотые травы в виде там ромашки, крапивы. Не помню, вот у меня есть где-то полный состав кольцесмеси, в который прям вот хорошо добавлять улиткам. Все должно быть вот так вот перетерто в мелкую-мелкую пыль. И только после этого мы каждый раз посыпаем улиткам. Вот я им дала попробовать эту зерновую смесь. Они, кстати, ее все с удовольствием съели. Не знаю, насколько она им полезна или вредна, но они кушают с удовольствием. И вот здесь у нас кальций. Кальций здесь представлен в виде обычной скорлупы. Поэтому, поэтому тут двоякое, как я уже сказала. Лучше обогатить еще голубой и белой глиной, ромашкой, крапивой. Потом, боже мой, что же туда еще? Я просто вот сейчас прям так на взгляд не вспомню, что именно там много есть. А, помимо яичной скорлупы, туда можно еще обязательно перетереть скорлупу перепелиных яиц. Туда же можно еще перетереть сепию, к примеру, для тех улиток, как вот у меня, охотины. Они сепию не грызут. Если у вас охотины, они спокойно будут сепию грызть, вы можете им просто положить. Мел, конечно же, мел, боже мой, точно вот, вот, все записывайте, пока я вспомнила. Мел обязательно туда нужно обогатить мелом. Либо положить кусочек пищевого, обязательно пищевого, кормового. То есть, вот, который без соли, который именно для улиток идет. Ну, не только для улиток, некоторые люди еще его едят, правда, зачем-то. Ну, вот, то есть, такой пищевой мел. То есть, обязательно обогащаем. Мел, кстати, тоже также отдельно можно купить и смешать, к примеру, с этой скорлупой. Но я, конечно, вам советую хорошую изначально делать кальцисмесь. Просто сделать ее сразу много. Ее вам на очень много хватит, потому что вы слегка-слегка просто посыпаете. Просто посыпаете еду. Поэтому в огромной банке вам хватит. То есть, вот вы докупили даже такую банку скорлупы. Туда еще всыпали две пачки белой-голубой глины. Туда еще перепелиные яйца в скорлупу. Туда же мел. Туда же сепию. Туда же травы добавили. Ромашку, крапиву и так далее. Ракушечник, кстати, тоже можно, но его очень сложно перемолоть до пыли. Поэтому про ракушечник, ладно, мы не будем это лишнее. То есть, это больше птичкам оставим. Оставим. Вот. Поэтому обязательно все перемолоть в пыль. И у вас целая коробка готовой кальцисмеси готова для ваших любимых улиточек. На этом все интересные факты о улитках у нас заканчиваются. Надеюсь, мое видео вам понравилось и было полезным. Вы узнали что-то новое для себя. Тот, кто только собирался завести улиточку, может открылись какие-то интересные моменты. Тот, у кого есть улиточки, может уже узнал для себя что-то новое и интересное о своих питомцах. Поэтому всем спасибо большое за просмотр. Вы были на канале Зоусофи. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И до встречи в новых видео. Всем пока-пока-пока.